Боже, милости, будь мне грешен. Создай мне, Господи, помилуй меня. Боще славится, грешил, Господи, прости меня, грешен, помилуй. Слава Тебе за дивное преображение Твое. Преобрази души наши, чтобы мы вместили Тебя, насколько это возможно, и жили по Твоим заповедям. Исполни нас благодатью Духа Твоего, Святой, и любви к Тебе и ближним. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садитесь. Так, кто отправлял это ли? Я с ним это... А? Я ему тут помог. Погромче. Я маленько помог, а Володя отправлял. Ты отправлял, да? Ну, я на машину посадил. Машину. Потому что на мотоцикл, он говорит, не вмещается. Так, ты понял, почему я отправил? Да, понял, конечно. Понял? Понял. Учел и Твои слова. Два Твоих замечания, я их все время держал в заначке. Я коротко буду спрашивать сейчас, чтобы не было недоразумения. Потому что вчера после богослужения мы шли и видели, как коровы. Прям бегом. Ты не видел такого? Они видят возвышение. Им надо, то ли у них тут мошка или что-то. Они начинают ковырять. Ногами паразоид называется. Это порос. Порос это бык племенной. Он скребет землю. Мы видели, когда даже кама грядеши, как он выходит на арену и начинает скрести ногами. Это у них так положено. И вот я вижу, что они пастухов предупредили, а пастух сзади идет, а впереди ничего не сделать. Я батюшке приехал и говорю, так и так. Ну и что? Как делать? Что делать? Я говорю, а мне будешь сейчас сам хасарить? Загородить. Загородить? Да. И прям сейчас же. Прям сейчас немедленно сделать нужно, пока вечер. Солнце еще не село. Раз мы вернулись из церкви, коров пригнали, это уже девятый час. Где-то так. Мы пришли поужинали, так? Да. И я после этого кинулся туда, потому что это сверлилка-то у Игоря. А Игорь на комбайне уже готов отправляться. Я скорее батюшку вызвал, чтобы я Игоря держал в зрении. К Игоря вметнулся, Игорь. Говорит, а я батюшке отдал. Я снова к нему. Вот сколько приходится. Немедленно забирают и приезжают туда. Он приехал, начали. Я уже вам сказал, брать скорее тележку возить. Там где-то семь столбов. Остальные здесь убирать. Жерни, мазилку, гвозди. Все. У нас так и получилось. Мы-то вот как-то слаженно все проволоку привезли. Батюшка сверли. Алеша подошел, тот немножко помог. И с Виталием. Что он к тебе, Виталий-то? Что он заметил, что ты не то? Началось еще здесь, когда мы жерди возили. Ну? Что надо выбирать жерди, которые полегче. Ну, началось у нас разногласие. Да. То есть я выбираю жерди, которые... Ну, от коров это самое толстое. Необходимые, толстые, потяжелее. Ну, а туда, когда привезли это, ему не понравилось, что там столбики не так как-то, не те столбики разносил. То есть начало. Потом это, что я прибиваю не так. То есть заметь, не те жерди берет, не так лежат столбушки. То есть он уже сорвался, пошел все. Я ему говорю, я кто ставил старшим? Ты должен выполнять то, что тебе говорят. Это человек, который знает, соображает, ему замечание, никаких не надо указания, все остальное сделает. И что дальше? Потом он говорит, мне тебе неохота помогать. Я не хочу тебе помогать. Не хочу... Тебе помогать не будешь? Я очень не хочу тебе помогать. Он говорит? Да. Ну, а куда мне деваться? Мол, приходится помогать. То есть он вынужден, он делает это не с любовью, а с принуждением. Потом он говорит, ты меня игнорируешь. Ты меня, мол, ни во что не ставишь, ты меня игнорируешь. И вот на этом он завелся, Что я его игнорирую Мол, я тебе говорю слова Которые, ну, важные для него Он думает Замечание важное А ты, мол, меня не слушаешь, меня игнорируешь А я этого ничего не знаю Я вообще не слышал и не знал Я в другом месте работал И вот он завелся, что я его игнорирую Значит, это, ну, вот тут он скипел сильно Вот скипел А я ему объясняю, говорю Да я знаю, я уже это делал У меня держал коров Загораживал уже У меня есть какой-то опыт, говорю Я ему спокойно объяснял-то А он это, ты меня игнорируешь И все Ты это, вот, такой вот секой Там он не говорил особенно Но вот что он вспылил, что я игнорирую его Потом он шел по дороге еще там Возмущался этим С чем он возмущался? Ну, что я его ни во что не ставлю То есть он имел претензии только к тебе На тебя он вспотнулся Да Ах, Никита, спать хочешь? Вдержись Ведь не давай такой, когда закрываешь глаза И то другое Ну, у нас было еще Вчера Нет, когда мы там это, туалет построили Да Я его послал за жердей Жерть надо было принести Сказал, выбери жерть, которая самая кривая Да Прямые не бери Вот самая такая вот плохая, кривая Ты ее принеси Он выбрал самую ровную Принес ее Наоборот Что бы ни сказал, он все наоборот делал Я его сказал Ты эту жерть обратно отнеси А потом я уже понял, что ее бесполезно Я сел на велосипед Поехал, сам выбрал жерть и увез туда Вот Он у него, может быть, уже Я этого ничего не знал Дело в том, что я когда услышал что-то Он бунтует где-то Я подотозвал его сторону Ты что? Я глянул в глаза и ужаснулся В глазах столько злобы Как вот у дикого вепря раненого Я отступил от него Да что с тобой, Виталий? Ты зачем это сделал? Допустил окончательно сатана, что владел тобой А из-за чего? Потому что вчера он постился В посте был Вынужденный пост Как через наказание Весь день только И вечером пост и молитва Больше всего сатану раздражает И служба была И в посте он был где-то Он прямо весь из себя исходил Я говорю, ты этого мамону-то Живот-то начинай Тревожить Что у тебя отвисше это все Висит жировая прослойка-то Страшная какая Я еще глянул раз в глаза И понял, беда рядом Совсем рядом Я говорю, да ты... Я припомнил, как Никита говорит Он такой свирепый, говорит, делается И я говорю, ты неуправляемый Ты можешь что угодно сделать И кинуться, драться Никак, немедленно Сейчас же увезти его на вокзал отправить Я ему давал шанс Целая неделя еще проверка была И вижу Он ничего не понял И тут он как поехал-то? Что-то высказывал, нет? Когда мы с ним поговорили Разговаривали Довольно долго с ним побеседовали Он сказал, что о Потеревке У него самое хорошее впечатление Он много пользы взял Что ни на кого не обижается Что сам виноват Это хорошо Но ему вход сюда закрыт Все, больше он здесь не будет Так думаю И когда то зомбирует, то другое Раззомбировался Зомбирует Слова-то не знает какие Не молится Вечером чечо Уже на молитве нету Без молитвы На молитве еще раз Я говорю, сколько ты раз Заснул-то, не упал-то Ну, максимум три Батюшка подходит Главное, только вышел Ну, во время моления Он сзади стоит А Виталий пошатнулся И повалился И руки-то он забыл Где-то напереди Он их на сзади скрестил И говорю, зачем-то А я и не знаю То есть он полностью тяжел Не такой, говорит В легком, тонком сне Монахи, говорит А в тяжелом Мирском сне Видишь как Молитва и пост Вывели наружу Он просто весь Я когда говорил уже К потемкам Я еще раз взял его в глаза Там ужас какой У него в глазах играет Там допустил сатану И видно, что он Я говорю, немедленно уезжаешь Тебе не полезно Тебе не полезно Не полезно И вредно для всех Вот Никита мне сделал Замещание В прошлый раз Вот вы Виталия Отпустили Это Ну, вроде Прогнали А потом опять приняли Но я дал шанс ему Два свидетеля А какие свидетели Они же не видят Батюшка и Игорь И Даже его приглашает Не Анила делать Иди мимо Я говорю Запи Какие столбушки Нужно Что даже не посмотрел Работать Абсолютно не хочет И поэтому Ты не жалеешь Что он уехал? Ну Какая-то печаль Есть Что он это там Как бы Может это Ну, никак нельзя Он не в изоляции Так, Никита Твое мнение Что ты видел Когда работал Что с Виталием не так Я его отстранил от работы Он стоял у тележки просто Я не присутствовал При всей этой сцене Ну, внутренне Может быть Что-то чувствовал Что-то не то Делается Я внутренне чувствовал А? Я внутренне чувствовал У меня это был Какой-то такой Ну Страх Вот такой Внутренне Какой-то от него Это исходило Опасность какая-то Я чувствовал опасность От него Ну, это у него Постоянно от него Опасность такая Каждый день По чуть-чуть исходила То есть Ничего Тут неудивительно Ну, все Теперь молиться Чтобы у него было Изменение Я его тут Старался Разуметь Как говорится Щувал И отношения Жены Какая жена Там ты потерял И ребенок Что Серафима Болел Но сразу же Первый день Только Увидала его И мне Кого принимаешь Кого ты Напринимал Выгони его Сразу Прогони 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 его От себя Понимаете Слово Прогони В 90-летней бабушке Это было Что она На молитве Она его Увидела А Никиту Полюбила Он идет Как офицер А на это То другое Это он бегает Быстро Это сказывается Так что Ну, такое дело Мы проводили его Я его спросил Ты уедешь Сейчас Ты будешь Это Как некоторые Которые Расстаются Хулить Там Общину Что здесь Жил Он сказал Нет, не буду Ну, да А что он будет Хулить Ну, даже будет А что он будет Хулить Что он здесь Плохого видел Его приняли Работник Никакой Только Отвернулся Он опять Стал Стоит Руки Я бревно Поднимает Ну, ты видишь Он поднимает Вы двое Здесь Ну, наконец-то Бери Как это Сейчас он там Я раздавил Набросал Я говорю Ну, пришел Сейчас песок Сегодня И куда сыпать Где-то Я тоже Никиту Послал Мигом Он задолбил Там все Раздавил Ухлопал Это нет Я спросил Виталия Тебе кто-нибудь Здесь давал Плохие советы Он говорит Нет, никто Не давал Подумал Подумал Постоял Помолчал Потом говорит Нет Мне никто Плохих советов Здесь не давал Ну, да Особенно Хорошая беседа Была У Серафимы Гаврииловны Я там был Когда Она ему Я ролик Сделал Для разведенных Или ленивых Лодырей Такое Так, Володя Твое мнение Как Что ты отправил Его Ну, что Согласен С вами Так Вопрос Закрытый А, Виталий Теперь Как у вас Память будет Молитесь Положение Тяжелейшее То есть Он не старается Я пытался Из этого состояния Вывести его Чтобы он понял Что так нельзя жить Не работая А есть За стол Лезешь Не дай работу Он видит Все работают Рядом Ну, ты садись на колени Начинай полоть Ну, ты же видишь Чем занимаются То есть Конкретно А обед Обед поставил На солнце Я даже не видел На горя На солнце Ну, что обед Помидоры Все Это теплое Суп почти Прокисший Ну, ты же видишь Травы Сколько в тенек Поставил То есть Ему это не надо И вот Какое-то Удивительное Свойство Делать наоборот Вот Абсолютно Наоборот И без Советия Вот Разглаживал Там Отмозку Сементом Гляжу Мастерок Какой-то Маленький А где ты его взял Я думаю У меня много Разных инструментов Лежит Я думал Время Сколько Чтобы не опоздать У меня Подзарядка 23 минуты 23 минуты Успеем еще Я вот начинаю Говорить У меня события Одно за другим Наплываю Где-то Любое Что ему сказал Я должен Говорить Как бы Наоборот Сказать Если туда Посылать Мне Я должен Говорить ему Туда Тогда он Пойдет туда А как Я пошел А кто тебя Разрешил Унянил И четыре Мужика И ты Ковдове Пошел Просить Когда у нас Все есть А это Удобнее Ну что значит Удобнее Я с мастерком Проработал 40 лет С этим мастерком А ты его уже Ни во что Ставишь Кельма Нет Отнесись Сейчас же Он еще Слушался Пошел Вот любит Когда посылает Ее Пойдет В развалочку Станет Постоит Где-нибудь То есть Затягивает Время Давай Делай Видимость Что она Работает И я ему Это все Все же Я же вижу Я говорю У меня В 19 лет 19 лет Ежедневно В распоряжении Было 250 человек 6 объектов А я Ничего Не знаю Я только Кончил Техникум Неполных 20 лет 250 А ты Сам себе Ума не дашь Я должен Их расставить И так Работу сделать Чтобы У него Процент был Не меньше 100% Ну возьми Маленько Во внимание Это у нас Разный статус Я знаю Что тебе дать Какую работу А я отдельно Никуда тебя Не могу послать А когда тебя Стоит Опять стоит Ну почему Ты сам Ты не берешь Доску Не подаешь На каждом шагу Надо толкать И толкать Раз не трудишься Ничем не занятая Душа Хорошая Хузница Сатаны Я стал Его заставлять Один стих Библии Как будто бы Он даже Заучил Так Да Вот это вообще Библия вообще Не знает Не знает Моление Это для него Это так И все Кто-то Где-то Виноват Вот Женился Виноват Священник Там Сосватал Мэту Настю Я говорю Она баба-то Какая Тебя Как могла Держать Это даже Ну Осеменилась Осеменилась И тебя Выгнала бы Сразу Как Трутня Пчела Выбрасывает И голову Отрывает Ладно Это мы Разобрали И разговор О нем Закончен Нянили Я скажу Ей там Что-то Надо Приезжает Алексей Там Сделает А эти Отпилит У меня Нитка Есть Натянем Пойдем С Никитой Тяжело Половина Которой Заплатили Половина Стоимости Арматуры Его Только Сколько Он туда Заложил Если Там Подвал Все Это Большой Подвал Ты Зайдешь Надо Посмотришь Советы Дашь Как Его Начинать Печь Там Делал Надо Все Смотреть Вверху Скорее Там Сорвало Вверху Прям Пока Еще Вокруг Трубы Там Все Заделать Надо Это Первейшее И Вокруг Дома Начинать Корчевать Крапиву Ну Все На этом Мы С Виталием Игнать Игнать С Виталием По-доброму Расстались По-доброму Он попросил Прощения Все Это Мы Обнялись Даже С ним Когда Стал Говорить Он Не Соглашается А я Не Люблю Смотреть На Человека Так Я Еще Раз Звинул В глаза Там Столько Злобы Пенится Прямо Он Не Понимает Это Или Лукавил Или Что Я Говорю Ты В этом Положении Можешь Сделать Непоправимое Кинуться На Человека А что Вы Думаете Я Не Выдумываю Окончив Техникум Это Сколько Курсов Было Разных Отделений Ну Допустим Несколько Сот Человек И Из Них Только Четыре Человека Пошли На Прораб Остальные Мастерами Где-то Я В том Числе В органы МВД Работаю С Строго Режимом Лагере Как Я Мы Пошли Трассу Подправили Теперь Я Прошел Всем Кто Ездит Чтобы Этого Не Было Техники У Игоря Там Одна Больная Теперь Ты Не Заезжал Чтобы Сюда Где-то Я Должен Все Вперед Смотреть Предусмотреть А ты Ничего Готов Только Делать И Ты Не Хочешь Все На Этого Теперь Только Молиться А Виталия Худо Не Говорить Никак Благодарящее Бога Боже Милостив Будь Негрешен Сын Дамы Господи Помилуй Меня Вячеслав Если Грешил Господи Прости Негрешного Помилуй Михаил Помолись Господи Благослови Нас На труд Который Будет Сегодняшний День И благослови Виталия Чтобы Он Не Отступился И Не Пал В пропасть Не Ушел Держал Связь С нами Если Вопросы Возникали У него Чтобы Он Задавал Эти Вопросы И То Направление Которое Ему Задано Здесь В Потеряевке Он Держался Направление То есть К Богу Чтобы Своё Я Он Всегда Смотрел За Ним И Подавлял Своё Я Слава Тебе Господи Слава Тебе От Тебя Сын Святой Дух Аминь Всегда Аминь Голос Такой Грубый Видно Что Ничего Нигде Нет Готов Как правило Отсидевшие Ни один Срок Люди Зачем Это Нужно Господь Усмотрит Богу Слава За Всего Веки Так Володеньки Пошли Бери Свою Аппарат Я Я Утеба Потом Слим